Всем привет, с вами Информ ТВ. Вчера мы уже сообщали, что известного актера Валерия Николаева доставили в спецприемник, а оттуда экстренно перевели в психиатрическую клинику. Сегодня стали известны подробности происшествия. В настоящее время 56-летний артист находится в московской психбольнице номер один. Напомним, посетившим его правозащитником Николаев заявил, что его облил кипятком сокамерник, в результате чего, по его словам, мужчина получил ожоги 40% тела и потребовал 20 миллионов рублей компенсации. При этом представители органов правопорядка отметили, что следов ожогов у Николаева нет. Актера задержали еще 9 февраля за вождение машины без прав, а результаты анализов показали следы запрещенных веществ. В спецприемнике, по данным московского комсомольца, Валерий обнажался, использовал зубную щетку не по назначению, смущал других арестантов, громко лаял и смеялся. Вчера комиссия заявила, что его направят на принудительное лечение. Точные сроки не обсуждались. После того, как тревожная новость появилась в сети, известная актриса Эвелина Блёденс рассказала журналистам, как работала с Валерием и тогда уже замечала за ним странности. Цитата, «Никогда не забуду, как он сорвал съемки фестиваля «Цирка Идол», который мы вели с Эдгаром Запашным. Он ворвался на сцену и вел себя абсолютно неадекватно, хамил, ругался и не стеснялся пить алкоголь». Актриса говорит, что ей очень жаль Николаева, и она выражает надежду на врачей, которым он попал. Что ж, будем надеяться, все с ним будет в порядке. Спасибо, что посмотрели наше видео. Удачи!